О, пики пошли. Всем привет, еще раз с вами Лекс, это ДПЛ. Сезон номер 6. God Hunt по-прежнему меня кинул, я буду напоминать об этом каждую игру. King Gaming Command Aster, карта под номером 2. Первая карта была быстрой, забавной, веселой. В общем, карта, которую мы больше обсуждать не будем, потому что вы все видели. Но если не видели, то вы можете это увидеть где-то на ютубе. Райза Рубик от Тимастер, King Gaming, Брюмастер и Мистер Батрайдер. Интересно, Батрайдер на первую стадию. Чего это вдруг? Чего это вдруг он так у нас сегодня зашел? Особые изменения нет, изменения с Лассо. 20-40-60 урона в секунду наносит, в зависимости от уровня прокачки, по всей видимости, и все. В таком случае я не совсем пока понимаю, а почему... А, ну все понятно, это Батрайдер, типа Firefly вместе с Брюмастером. Вот такая вот комба будет снова под его... Вот это вот... Дранкен... 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 Дранкенброулер. Вот способность, которая... Ну, точнее, Синдербрю. Раньше был Дранкенхейз, а теперь Синдербрю. Дранкенброулер это пассивочка. Ну, теперь уже активная, ненаправленная способность. Под Синдербрю можно будет... Огонька подложить. И будут противники гореть. Гореть очень сильно. Урон будет проходить дополнительный. Здесь же Райза Рубик. Сэн Кинг оказался в бане, да, видимо? Да, Синдербрюк в бане, притом на второй стадии. На первой стадии Астер решили его не брать сами. Кому-то не понравился трек, который играл во время паузы, ребят. Ну, я не знаю, что с вами тогда. Возможно, это лучшая композиция 21 века. Если вам не понравилось, то надо пересмотреть свой вкус, как минимум. Как минимум, нужно пересмотреть свой вкус. Третий пик. Это Vengeful Spirit. Возможно, это Vengeful Spirit и Core. Ну, хотя нет, маловероятно. Райза уже будет Core, в Венга будет просто под сейвом от... господину Батрайдера. Vengeful Spirit. Аура больше не задает иллюзии погибших союзников. Vengeful Ару создает эффект каст скипетра при смерти, как базовую механику без возможности кастовать заклинания. Скипетра сблокирует каст заклинаний. Такая вот механика. То есть, после смерти у вас появляется... такая же венга. Но безогонимая она ничего кастовать не может. То есть, по факту, если это саппорт, то это бесполезно. И просто бесполезная иллюзия. Которая, ну, может быть, кого-то ты сможешь добить, но только если у кого-то будет очень мало хп. Немножко уменьшили дальность способности свап. Но теперь свап имеет два заряда. То есть, вроде как ослабили свап, а вроде как его и усилили, потому что теперь его может быть два. Но рейндж для свапа это очень важная штука была. Если на первом уровне разницы нет, то на последнем уровне разница в 200 единиц это достаточно серьезно. Появляется мистер Скаймак. Очень простая комбинация под лассо. Скаймак плюс мистик флеер. Неужто это будет Скаймакор? Я сейчас так подумал. Может ли быть такое? Может ли быть такое? По Скаймаку тоже сказать нечего. Ему немножечко уменьшили талант на МС с 25 до 20, если он будет его брать. И теперь Конкассив Шот попадает в крипа, если рядом нет героев. То есть, раньше Конкассив, если нет героев, просто летел куда-то, а сейчас он будет лететь конкретно в крипа, если героев не будет. Тоже непонятно, насколько это сильно или слабо. По мне, никаких изменений по Скаймаку вообще нет. Появляется следом Лекан от Кингеймер. Астара отвечает Вивером. Вивер, вивер, вивер. Отличный вариант. Здесь, конечно, могут у него быть проблемы и с Эншент Силом Скаймакой, и с Лассо. Но, скорее всего, это будет какая-то Ленкинг Сфера, которая позволит все это игнорировать. Бан Сайленсер от Астара. Да, герой, который, кстати, мог бы хорошенько Биверу как бы это выразиться. Хотел славу сказать, но понял. Я вспомнил, что не на своем личном канале. Испортить жизнь. Испортить жизнь, может, виверу. Потому что глобал, глобал законтрить сложно. Нужно либо просить саппорт покупать артефакты, которые способствуют тому, чтобы снимать Сайленс. Но не всегда даже там, если ты купишь лотус на саппорте, ты успеешь кинуть этот лотус на того же вивера, да? А там реально секунды будут влиять. Ну, либо виверу самому покупать достаточно неприятные артефакты. Ну, как дорогостоящий, который не очень хочется покупать. Быстро уж точно. Это БКБ. Ну, либо же та же Манта Стайл. Вообще не хочется. Так, ну что, для Астры нужен герой на мид. Герой на мид. На мид. Остается какой-то стандартный пак. Остается даже, может, какая-то Лина. Драгонайт. Может быть и драгонайт, кстати говоря. Потому что танка нет. Ну, Рейзер может быть танком, но герой все очень хилый. Да, я бы какого-то все-таки жирного героя взял. Или думают, Кингейминг, что ты Рейзер на мид. Вивер, Бут, Керри. Какого-то еще героя сложного возьмут. Ну, может быть и так. Может быть и так. То есть, Рейзера можно поставить практически куда угодно. Он на сложной может ставить себе на центре и на легкой. Решрак. Интересный выбор. Очень сильный пуш вырисовывается. Да, Диаболик, Эликан. Очень много магического урона. Может вообще здесь кого-то, кто не боится магический урон. Вот так вот прям сделать ход конем. Хотя нет, Лайфстиллер это, наверное, слишком жестко. Я придумал. Медуза. Кстати, вчера этот герой был в бане. Один раз. Все, больше мы этого героя вообще, кстати, драфта не видели. Появляется Медуза. Медуза. Стоунгейс больше не дает врагам плюс ток к сопротивлению магии. Стоунгейс больше не убивает иллюзию. Медуза. Стоунгейс больше не изменяет тип урона против врагов под эффектом Стоунгейс. По факту героя... По факту героя ослабили. То есть это очевидно. Герой стал... Ну, как ослабить? С другой стороны, теперь ты под Стоунгейсом можешь наконец-таки бахнуть какой-то магический проказ. Но здесь его не так много. Здесь реально все бьют руками. Я зашел наконец-таки в нормальный слот. Поэтому сейчас будем сидеть как короли. Смотреть за этой игрой. Сегодня у нас еще будет два матча. Да, я об этом говорил. Но я должен об этом не напоминать. Мне так сказали. Ладно, мне никто так не говорил. Я просто решил придумать это сам в своей голове. Вичи Гейми и Кингейми Клюминус. Второй матч. Ну, в общем, там не факт, что будет что-то интересное. Не буду лукавить. Говорят, что какой шикарный матч. Ну, посмотрим. Матч такой среднечковый. А вот последний матч реально неплох. LGD Ньюби. Да, да. Ньюби, конечно, это уже не те Ньюби, которые были на Интернешнале 7. Но заголовок явно манит. Манит, чтобы включить трансляцию и посмотреть. Вечером у нас будут Na'Vi. В финале Мегафон Винтер Клэш. Но это будет вечером. Это будет только в 7 вечера по Москве. Поэтому не сейчас. Все, едем. Едем смотреть дальше. ДПЛчик. Вторая карта. Первого матча на сегодня. Из трех. Погнали. Ох, ничего себе. Закуп от Бубоки. Мот, я что-то пропустил. Нулик, три танга. 60 урона у Рубика со старта. Вот так вот. Ну, Медуза в Рейсбэнд. Понятно. Я думаю, в Рейсбэндах будет 2, либо 3. Вот это вот классика, да? Когда ты берешь на ловкачах побольше. В Рейсбэндах. А потом уже собираешь какие-то основные предметы. А с Рейсбэндами у тебя просто там все клево становится. У тебя плюс сила. 8 могилы. Атак спид. Идеально. Немножко прибавляется интеллекта. Хотят убивать. Хотят убивать. Но сейчас надо выждать момент. И вот он, момент настал. Пошел Пан Девич. Ликан из Ибат Райда. Ребята выходят на другую позицию. Ставят вард. Видят Ликана. Отличная жир. Ой, как не повезло. Как не повезло. Он в последний момент развернулся. Это читы. Он что-то знал. Его, конечно, не хотят пускать. Рейзер очень много урона высыл. Но тогда Батрайдер себя продает. А он себя подставил. Прямо сказал, да, я готов принимать на себя удар. Это было понятно. Если бы он не остался бы, то, скорее всего, бы и Ликана бы смогли каким-то образом там достать. Он мог, конечно, на Палму плеваться долго. Их хотят еще. Хотят еще. Хотят забрать все руны. Фенриер. Стан есть. Надо его куда-то бы уже выкинуть. Стан. Выкидывает Брюмастера. Руна. В итоге достается Ликану. Фенриер еле живой пытается убежать. Еще один удар. Этого хватает. 1-1. Брюмастер живет. Нажимает фласку. Это еще не конец. Там получает Скаймак, кстати, клинк. Он, я думаю, убежит. Он, я думаю, убежит. Две руны знают. Знают. Две команды, что две руны не тронуты. Сейчас бы круто было их заварить. Скажу больше. Три руны не тронуты до сих пор. Одна руна для Кенгейминг. Там еще продолжается атака Скаймага. Что происходит? Угомонитесь, господа. И смотрите. Кенгейминг. Могли остаться с одной руны. Забирает в итоге три. Забирает в итоге... А, нет, не три. Не три. Хотя, да, три. Смотрите, да, да, да. Притом Ликан забирает три руны. Уникально. Представьте. Ну, хотя, ладно. Такая разница с этим здесь был бы. Приятненько. Приятненько. Три руны для Ликана. Три руны для Кенгейминг. 2-1 счет. Вот это начало мне нравится. Оно определенно посимпатичнее, чем предыдущее. Так, ну у нас следующий рак против Медузы. На центре Скаймак это просто такой вот саппорт, который сейчас будет плеваться. Очень неприятный саппорт. Очень много маны. Эркомболт кидает бесконечно. Еще и манга припасена. Ой-ой-ой, Сайлор. 5 стаков на Палма. Нужно отсюда уходить. Если какая-то фласка, фласок нет. Нужно хотя бы себе эти стаки на Палма надоедливо и сбросить. Конечно, вот так вот на стаке вот нельзя. Только стики спасли. Рубик не может покупать стики. У него нет денег. Он купил себе ботинок. Часть говоря, может быть, это не совсем правильно. Лучше сначала купить стики. В плане результативности они окажутся полезнее. Опа, Сайлор, Сайлор, Сайлор. Телекенес. Есть, Телекенес. По двоим, соответственно. Стан проходит, вот этот контроль. У Сайлора нужно быть поаккуратнее. Он тратит Шикучее, но дальше бежать некуда. Шикучее. Дальше нечего делать. У тебя кулдаун 12 секунд. Ты оказываешься в ловушке. Не выйдем из-за Медузы. Одна из худших рун, которую Медуза могла подобрать. Вот реально. Наверное, это даже худшая руна, которая Медуза. Любая руна была бы полезнее. Там будто иллюзии, понятно. Но хотя от ускорения, наверное, тоже. Ну да, ладно. Даже ускорение было бы полезно. Даже ускорение было бы полезнее. И она бы хотя бы вернулась на линию быстрее. Не повезло. Рандом душит. Пять урона всего лишь высасывает. Рейзера этого, конечно, слишком мало. У Лекана очень солидный урон. А с топориком таково все крипов добивать становится еще проще. Медуза на центре очень сильно проседает. Есть фласка. Сразу же она активируется. Но маны практически нет. Так что Лешрак пока чувствует себя на миде прям в порядке. Делаются отводы. Вейвера тяжеловато. Вейвера тяжеловат. И вейвера душат. Вроде вейвер. Вроде есть невидимость. Но с таким кулдауном пока сложно. Забирает крипов. Пытается забрать еще одного. Но немножко не успевает. О, Лешрак себе просто два манга привез. Пак ушла сразу. А вот Медуза манга. Манга только доезжает. Еще покупка фласки. Нужно больше регена. Атака. Тут размен идет. Скаймак этот размен выиграет. Появляется иллюзия. А Рейзер делает убийство. Забавный таймер. Оу. Времастер доигрался. Сайлар смог наказать. Не без помощи Бобоки, конечно. Сайлар хочет еще. Но у него очень много стиков. Сайлар понимает, что чувствует себя идеально. Посмотрите, он уже маттики восполняет себе ману. Полностью. ХП фул. Ну да, это 18 зарядов. Это 18, черт возьми, зарядов. Очень сильно. Так, где нашли шрак? На базу, да, пошел? Маны вообще нет. Бутылка выпита. До чиста, до последней капли. Нужно идти. Регенится. Да, без маны, это шрака. Здесь не так много пользы. Медуза в плане урона, понятно, превосходит шрака. Серьезно. Контроль Баунти. И... Да неужели все? Нет, 3 пока, 3. И... И четвертое. С ума сойти. 4 руны Баунти для команды Кингейминг. Это очень сильно. Пока Кингейминг смотрится круто на этой карте. Мне нравится. Мне реально нравится. И если для Астра есть вариант эту игру подтянуть немножко, то я думаю, Кингейминг не будут вообще ждать. Лекан купит Доминатор. Начнет дополнительное давление. Создавать по линиям. Ну, сначала своей начнет. Лешраку тоже много для счастья не нужно. Вот себе вот собирается купить яульчик. И все, и поехали. С яульчиком пытаться убивать. И... Того же Рубика, Эвенгуда, даже Вивера можно пытаться убить. Там, конечно, трудно затаймить, но... Ну, хотя, что трудно, не трудно. Там главное, что потом детекшн был. Потому что Вивер может успеть нажать Шикуче. Но не успеет уйти с поля вот этого стана. А там детекшн и поехали. Если будет дополнительный плюс один контроль, то, в принципе, Таймелапс тоже Вивер нажать не сможет. Атака на Вингу. Винга погибает. Здесь уже оказался Кентавр. Который подстанил. Попытку убить хотя бы Скаймага. Да, Скаймаг погибает. Спортится Хауль. Ну и тут пришел Ишрак. Оу, ускорение. Да, но ускорение, конечно, без шансов. Так, я пытаюсь вспомнить. Или Кана, по-моему, изменили вид действия Хауля. Да, да, да. Теперь дает скорость атаки. И регенерацию всем подконтрольным игрокам и юнитам на карте. Да, здесь такое написано. Просто обычно написано, что изменения в каком патче, да? То есть с тем же Вивером. Почему-то здесь это не написано, а здесь это написано. Видимо, потому что переработана способность. Ну, 7.19. Ладно. Да, то есть Ирликан может очень быстро бить сам и своими юнитами. В том числе и с какими-то некрономиками. Используется Шейф Шейф. Побежала, собака. Грызть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это очень больно. Это очень больно. Это очень быстро. Еще. Еще. Хочет еще эта собака. Кентавр, конечно, без стана. Но у Ликана заканчивается форма. И идти вот такой глубоко опасно. Там и какой-то телепорт может быть. Ну, хотя от кого. Не от Медузы ведь. Не от Вивера. Но он просто понимал, что нет контроля. Заходит элементарно телекинез. И все. И ты теряешь здесь время. Лучше отойти назад и уже приступить к фарму. Сайлар. 34 крипа. Батрайдер 24 крипа. Сайлар плюс-минус свою линию отстоял. Меня все еще беспокоит, что Медуза фармит. И кингейми пока ничего с ним не делают. Но тут. Тут реально некрономика на это крутая тема будет. Это понятно пуш. И за счет вот этого хауля нового, который дает скорость атаки. Твои некра очень быстро сгрызут ману в Медузе. Вот то, что круто. Ты просто за такой вот в рейв. За элементарных. За рора хотел сказать. Думаю, что бисмастер, конечно. Там врыв какой-то элементарный один стан. Очень можешь много маны забрать. С такой вот бешеной скоростью атаки. У подконтрольных юнитов бисмастер. У ликана. Прошу прощения. Ликана, конечно. Чего бисмастер? Атака на X-XS. Кентавер ждал стан и не попал ни по кому. Но Бобоку отсюда не отпустит. Это снова Лешрак. Он нажимает ульт. И телекинез при активном ультимейте, конечно, не спасет. 6-5. Навязывают активный, агрессивный игрокингейминг. Тяжело Астр с этим. Хотя Сайлар не стесняется. Телепорт. Костой! Лети! Ну, лети! Он, наверное, и так уйдет. Ну да, фаерфлай есть. Нормально. Таймлэпс. Сайлар. Уходит. Ну, он мог просто уйти, конечно, уже. Но, строгой стороны, он на Сайлар очень много времени потратил. Да, потратил там минуту где-то. Крипов пропустил. Строгой стороны, остаются они для венги. Но Элевен, вы тоже, смотрите, он просто вернулся. У него транквилы ведь. Шран он использовал. Там хорошо, что Жук. Жук то ли исчез, то ли Батрайдер его уничтожил. Что помогло так вот беспрепятственно выжать и вернуться на линию. Икс-эксэс, телепорт, успеет, успеет, но очень больно. Это Рейзер все-таки, у которого почти 900 хп. Его вот так вот быстро убивает. 7 плюс 5 статы. Это не по таврам, это просто такие вот у него статы. Так, Фенриер. Контроль рун. Трудно будет Элевену эту руну забрать здесь одному, потому что Милимптарно. Но Фенриер может подойти, но смотрите, испугался. Решил, что его жизнь не стоит. Контроль руны, ну что ж. Не знаю, насколько это правильно. Беда в том, что он может в любом случае не уйти. Точнее, не то, что в любом случае, он не уходит. Появляется его иллюзия, но, как мы уже говорили, от нее польза, что она Блинкдайгер, там максимум может кому-то сбивать. Наверное, больше ей пользы и нет. Не видится она мне. А с таймером, конечно, голос. Что это? Математики в чате. Что это? Ну, хотя бы понять, есть ли они или нет здесь. Математики и олды. Мивер смещается вниз. Здесь впервые за игру он куда-то ушел с верхней линии на... В данный момент нижнюю. Но здесь никого убить не получится. Нужен плюс. Ну и то, лекан настолько плотный. Доминатор. Фейза есть. Плюс дополнительные 5 брони. Но есть плюс на это Рубик. Это плохой плюс. С ним, конечно, как говорится, каши не сваришь. Примастер пока без ультимейта. Немножко не хватает. Если найдут его сейчас, то могут попытаться убить под жуками. Хотя у него очень много зарядов в стиках. Бесконечное. Не бесконечное. Конечное количество. Максимальное. 10. Волк палит всю эту кампанию. Выходная вивера. Мистик флеер. Клэп. И убийство. И прямо спит появляется. Идеально. Рубик ворует. Мистик флеер. Надо уходить. Ну, тут слишком много юнитов. Даже если он даст, он никого не убьет. Бабок и погибает. Мистик флеер свой теряет. На топе там атака от Элевена. Это Фенриер. Элевен решил. Либо пожалел лосо. Либо в тот момент еще была лосо в холдауне. Не знаю, что именно. Но так вот. Вот так вот. Яул. Ульширака уже появляется. Это ведь не только способность атаковать. Но и хороший защитный артефакт. Хотя уже не так просто убит. Это может дождаться какое-то подкрепление команды. Пока используешь свой Яул. Да, вот. Анликан. Некорокнижечка. И потихонечку начинает фармиться. Рона двойного урона. Для Скаймага. Но, честно говоря, можно было и оставить. Можно было явно оставить. Да, Медузу решили убить. Ее видно. Есть сразу же Сайланс. Есть Конкасив. Ну, без шансов. Без шансов. Еще и Стан. Уничтожают Медузу. Притом, это чуть ли не Скайф Соло сделал. Сайланс просто Конкасив даже без Мистик Флеер. И сразу же забирать мид. Тушилова. Я забыл про Нетворса. Давайте к ним перейдем. 5-4, 100 Медузы. Да, Медуза топ-1. Медуза очень много фармила. Тут за эти реально 13 минут мы ее не видели. Это первое для нее участие вообще в каких-либо драках. А это смерть. 11. Не все так просто. Атака на X-XS. На Клининвера точно хороним. Что по X-XS пока непонятно. Пытается убить его. С Лассомисти, Флеер. Батрайдер просто останавливается. Но он оказался там в дизейбле. Приходит Вивер. Его поднимает Юл. Что по таймингам стана. По таймингам стана и 1, и 2. Идеально есть убийство. И на Вивере. Шикарно. Батрайдер забирает Обзервавр. Забирает здесь и Сентри, ребята. Шикарно. Исполняет очень агрессивно. Надежда на Медузу. Надежда на игрока с ником Лавер. Больше надежды пока нет. Потому что все остальные герои пока страдают. Ну Вивер плюс-минус, конечно, пофармил. Но мы видим, что он уступает даже Рейзеру. Он уступает Батрайдеру, у которого уже Блинк. Теперь даже на Вивера можно нападать. Не факт, что он успеет среагировать, нажать невидимость. Там Лассо и бла-бла-бла. Невидимость таймлапс, конечно. То есть Лассо пережить, скорее всего, уже не получится. Потому что Батрайдеры не будут нападать в одиночестве. Они будут нападать с кем-то. Ну, кстати, я сейчас подумал. Подконтрольные юниты. Хотя, да ладно. Окей. Первый некра есть. Тут главное не ждать. Тут надо даже душить. Надо душить. Потому что в лейте я не вижу шансов лакенгейминг. Просто их нет. То есть 40 минут плюс, все, можно гг сразу. Вот как-то минута настанет. Да, Лешрак круто. Да, Лекан классно. Но Лешрак законтрит с элементарным блэкенбаром. И только от диаболика будет смысл. Он будет не так уж и велик. То есть даже мы видим, это имбилл. Да, это вейл. То есть это вейл. Это агрессия, агрессия, агрессия. Надо душить. Надо противника заставить на базе стоять. Чтоб он не фармил. Пока Медузу можно контролировать. Для этого реально есть много контроля и много урона. Телепорт от Рейзера. Будет Рака. Бобока. Смещается целый кинес. Стан на 11. Оборудится на Балмстон. Гейс от Медузы. Медузу пытается все равно убить. Медузу убивает. Убивает, правда, ее примастер. Он не дал свой ультимейт. Что делать дальше не ясно. Потому что все кнопки нажали... А, это даже не Медуза, прошу прощения. Это был Рейзер. Да, мне почему-то было, что это Медуза. Попытка сделать телепорт от Рака. Не успел. Просто руками уничтожили. Просто руками. Фейтбол. Все это под вейвом было, видимо. Ответили. Ответили. Это первый звоночек. Кингейминг. Нельзя так ошибаться. У них вроде и был вард, но Батрайдера очень быстро законтролировали. Он не нажал ни одной кнопки. С примастером аналогично. Его очень быстро законтролировали. Не дали нажать ультимейт. Вот это очень плохо. Потому что кингейминг нельзя ошибаться. Кингейминг нужно играть идеально. Медуза фармит. Медуза все больше и больше. Там уже почти есть пика. Лекан боится выходить. На карте никого не видно. Волшебство для вивера. Еще одна такая ошибка. И Астерам будет супер трудно. Рубик очень много спармит. Посмотрите. 4 500. У нее юл. 2 нулика. Дальше купит лотус. Подсейвить и медузы. И вивера. Да. Я, наверное, даже немножко поторопился. До 40. До 30 минут. Если не смогут кингейминг закончить. Я думаю, уже все. Я думаю, на этом моменте уже все. Наши полномочия закончены. Могут говорить скингейминг. Потому что медуза нафармит. К тому моменту еще плюс 2 слота. Там к пике. Там не самые дешевые. Кстати, 15 минут. Дот это быстрая нынче. 40 минут это уже супер лейт. Я вообще не знаю, как на Эдж Капе игра длилась 50. Давайте мы покликаем. Не знаю, зачем. Это видят просто все. Опа. Здрасте. Окей. Давайте помянем шишера. Вместе. Хотя. Хотя. Видите, он успевает нажать шакучи. Но уйти из радиуса действия стана не может. Минус свивер. Вроде хорошо, но медуза продолжает фармить. Продолжает фармить. Фармить много. Там дальше будут скади. Скаймак. Видит медузу. Она, конечно, тоненькая пока. Вот как только реально этот артефакт доедет, убить его уже даже через Mystic Flayer, там, Сайленс и Станли Широка не факт, что выйдет. Убивают Бобоку. Бобоку в последний момент ворует Хауль. И отправляется в мир иной. Ой, там снизу XXS. Не лезь туда. Они тебя сожрут. Приходит Сайл, а говорит, я тебя спасу. Кстати, XXS нет. Вольно. Да ладно, добить же его надо. Волки идут, волки добивают. Хорошо. С ноги есть от медузы. Поехали. Бримастер. Ультани. Успел. Успел. В последний момент ультануть. Циклон на медуза. Отлично сыграно. Что будет дальше? Вивер, Сайленс, Mystic Flayer. Свап от Фенрира. Вивер пока живет. Пока живет. Нажимает Сики, нажимает Шикучу. Уходит медуза. Получает булыжник от Панды. Еще один циклон. Полетели. Полетели. И ул. На Батрайдера. Батрайдер. Телекен С. Сайлор. Закидывает Жоков. Убивает Бримастера. Погибает. Здесь Рубик. Но остается медуза. Медуза начинает стрелять. Начинает стрелять очень больно. Но хватит ли урона. Очень тоненький Лешрак. У нее практически нет маны. Но медуза здесь остается одна. Минус 4 от команды Кингейминг. Минус 4. Да, медуза выживает. Медуза в плюсе хорошем. Но вся остальная команда в таверне. В то время как у Кингейминг два кора остаются живыми. Лешрак и Лекан в порядке. Вторая некрономика. Погибает Курьер. В момент драки, видимо. Ну и Лекан просто фармит. Пока Хауль. Да, так спич плюс 60. В то время Рак говорит спасибо. Очень полезно. Ротофатос. Можно будет сбивать телепорты. Можно будет... Ну телепорт это ладно. Это новая механика. Что самое клевое, что можно будет вивера останавливать. Чтобы он не бегал. Этот жук. Чтобы он стоял на месте. Но все еще, все еще имеется у Астроплана в виде наличия одной лишь Медузы. Которую будут они всячески защищать. Лассо на Рейзера. Рейзер сейчас должен жить. Баклер. Но нет. Тут втроем просто бутербродом закрывали. Но правда вдвоем, да. Патрайдер погибает. И Примастер также погибнет. Ну вроде хорошо. Да. Вроде убили. Ну вроде снова получает там Сайлар какие-то денежки. И X, XS получается разменялся. Вроде хорошо. Вроде нехорошо. Два в один. Да нет. Ничего хорошего нет. Рейзер он такой. Тут сейчас бедненький. И на него даже тратить вот эти все лассо не особо-то и хочется уже сейчас. Я думаю, Кингейминг. Нужно выбирать цели пожирнее. В идеале, конечно, Медузу. В идеале, конечно, Медузу убивать. Ох, какая пауза. Ну это плохая пауза. Это очень плохая пауза. Понятно, что телепорт там длится не полсекунды. Но сейчас уже принимает решение, Кингейминг что-то делать. Ликана, так смотрю, сейчас можно взять просто форму и убежать. Наверное, это будет самое клевое. Это пытается просто уйти. Ну да, тут в принципе больше никто сюда и не идет. Медуза просто отдэфит эту линию и конец истории. Конец. Видит бабоку на вардах. На варде. А, ну Ликана, видимо, и вторая книжка и была. Ворует волков. Робик. Медуза. Пытается уйти. Мистик Снэйк восполняет ману. Есть он гейс. Поехали. Стан. Ну, потратили много кнопок, Астер. Кингейминг просто отсюда уходит. Да, конечно, потраченный Некрономикан и ультимейт. Но мы видим, что происходит с Медузой, да, под Некрономикан. Медуза еле-еле выживает. Но она была одна. Она реально была какое-то время одна в этой драке. И все равно смогла пережить весь этот урон. Использует стики, дает Мистик Снэйк, дает Стангейз. После этого и драка под Стангейзом уже проводить невозможно. Да, Медуза, видимо, использует шрайн. Восполняет себе полностью здоровье ману. Отлично. Но по-прежнему находится на варде противника. Но пока противник сюда не пойдет. О, пика. Грамотно. Да, бы этот шаман дремний не выигрывал время. Тут можно было секунду 2-3 потерять. Да и хп немножко потерять. 23-й минуты игры. 21-12. Вроде как перевяз по кингейминг по счету прям очевидный. Но экономика. Экономика говорит нам обратно. Медуза фармит 250 крипов за 23 минуты. 250. Это, конечно, сильно. Смоук. Поехали. Стангейз есть. Руна двойного урона. О, сейчас спортсмены на месте будут. Тут команда Астра, Стангейз или Кинес. Нужен еще контроль. О, это было быстро. Это было быстро. Ох, там просто посмотрите, что происходит. Просмотрите, что происходит с командой кингейминг. Ну все. Честно говоря, я не знаю, что же кингейминг будет делать. Слишком сильная кора, слишком слабая кора здесь у кингейминг. Это еще без БКБ, которые могут появиться. То есть Вивера уже сейчас БКБ появится вот после этой драки. Бремастер. Тут тиммейт нажимать не хочется. Да и не надо. Вот честно говоря, вот мне кажется, вот эта драка она ставит здесь пока не жирную точку, но такая. Так скажем, для олдов, чтобы было понятно, точка карандашом. Драка провалена полностью. Аегис для Медузы. Медуза покупает себе уже Скади. Дальше будет Баттерфляй. Считайте, с ПТ уже 2 кхп. Баттерфляй собирать здесь легко. Разбирает самому. Остается масочка. И талант на 700 к мане. Ну вот, 2 200. 2 200 маны. Даже с Некрономикой пробить это уже будет трудно. Даже с Некрономикой. Но Лекан покупает Керасу. Тут понятно. Я даже не вижу особого смысла в Блокенбаре для Лекана здесь. Хотя, наверное, здесь его загубил вот этот Телекинес начально, а потом просто Медуза ручками уничтожила. Блокко. Отправляет Волков на разведочку. Это были последние Волки, которые смог Бобоко использовать. У Райзера появляется Худ. Да, Райзер, он такой реально здесь тройка, которые просто будут бафать. Райзера здесь практически не видно, но он выполняет гигантскую работу. Такое ощущение, что вот пытаются Кингейм. Хотя, если не получится, может, ГГ просто будут написать, если они сейчас провали драку. Медуза с Айгисом просто. Я не знаю, что они хотят делать. Но убить кого угодно. Райзера, вот, например, видно. Но Райзера будут очень долго убивать. Хотя, хотя не очень-то и долго. Но Венга моментально погибнет в ответ. Медуза в циклоне летает. Отлично ее выключает. Бремастер нужно контролировать дальше. Убивает Рубика. Минус 3. Ладно. Вот что с Медузой делают, это просто шок-контент. Сайлор под Блокенбаром нажимает Таймлайф и понимает, что Медуза вообще вне игры, пока только сейчас она появляется. Напомню, что она с Айгисом, но в драке пока ничего не делала. Получает стан Медуза. Медузу должны убить. Ооо. Да. Вот про это я-то забыл, что Бремастер может просто Медузу из драки выключить. Притом на очень долгое время. Медуза получает Сайлор. Ротопато. Стан. Лишрак начинает бить. Больно. Медуза нажимает в последний момент пику. Убили ее. Вот так. Как же круто получилось, что Медуза оказалась вне игры. Конечно, в таком случае я бы задумался о Блокенбаре. В таком случае я бы задумался о Блокенбаре прямо сейчас. Потому что если Бремастер будет с Праймал Сплитом, он будет нажимать только Циклон на тебя. А вы понимаете, что за первым Циклоном наступает сразу же второй. Стонгейсты в Циклоне, потом твою команду бьют. А Бремастер одной панды контролит тебя. Это очень сильно. Лишрак покупает БКБ. Батрайдер, конечно, не уйдет. Вот, кстати, Клинк. А что, посмотрим. Тут-то не только один Батрайдер. Тут Лишрак ставится опять вот эту чудовищ неприятную паузу. Давайте оценим ситуацию. Оценил. Лишрак есть БКБ. Пока нажимать его. А, нет, надо. Там стан летит. Не нажмет, сейчас может погибнуть просто. Урон. Да, ему надо нажимать БКБ. Или Юл. Юл или БКБ? Юл БКБ. Окей, решил ничего не нажимать. Нажимает БКБ уже после стана. Икс-эксесса пробивает. Мбапса от Вивера. Лишрак очень больно под ультимейтом бьет. Финер ничего не может делать. Полетели жуки. Юл сразу сжат Лишрака. Появляется иллюзия. Приходит сюда Бремастер. Бремастер без ультимейта. Лишрак все-таки отправляется в таверну. Сайлор под Блокенбаром продолжает напилить уже по Скаймагу. И урон очень серьезный. Скаймага должны убить. Скаймаг падает. Живет все еще Бобока. Бобока пытается убежить. Он клэпнул. Клэпом Бремастера. Отходит назад. Но тут приходит Ликан. Под формой. С некрономиками. Бобока пытается прятаться. Бобока прячется курьером. Пытается сделать разведку. Бобока находит. Бобока сейчас клэпнет напоследок. Ну и погибнет. Пытаются убить иллюзию в ингейме. Медуза появляется только сейчас. Сделает телепорт на нижнюю... На нижний шрайн. Здесь делать больше уже на верхнем и нечего. И надо фармить. Надо фармить. Да, смотрите, что происходит. Сразу же квикбай меняется. Понимаешь, что без Блокенбара. С твоей бабочкой импакта от тебя больше не будет. Ты будешь в драке летать где-то там. Нужно находиться в драке. И бить руками под Блокенбаром. Фикан улетает. Хотя бы бы Некров убить. Но не успеет Вивер. Некра. Три, два, один. Жаль. Такие легкие плюс 200 от тебя уходят. Вивер по талантам. Скоро уже до 25 дойдет. За счет этого 35 эксп гейн. Надо бы, надо бы до 25 как-то долететь. Кираса. Маликана. Посмотрим, как проведу следующую драку Астра. Им бы, конечно, желательно, очень желательно дождаться по ПКБ для Медузы. ПКБ нужно. Без ПКБ трудно. Без ПКБ очень трудно. ПКБ пока нет. А в рейф уже. А в рейф уже. Это Рейсер. Попытка его снова быстро убить. Пошел моментальный свап. Прилетает Лишрак. Без маны. В драку. Ну а что он будет с ней сделать здесь без маны? Да, очень быстро убили Рейзера. Очень быстро убивают Вингу. Медуза, Стонгейс, Брюмастер. О, ну мы это уже проходили. Это мы уже проходили. Что там у Скаймага? А то Санит, есть Конкассив. Есть Сайланс. Вивер стоит просто в спине. Я понимаю, что пока сделать нечем. Тут охотится Бобока. Дает Телекинез. Ворует Бобока. Арканболт. КК должны убить. Он Гриммер Кейпи. Детекшн на него никакого нет. Он пытается уйти. Ребята уходят под урнами. Живут. Два в ноль пока размен. Не два в ноль, прошу прощения. Лишрак погиб. Он что бы выкупился что ли? Да, да. Или нет. Стоп, Лишрак. А, ну это до этого все было, да. Это у нас просто драка за дракой произошло. Без каких-то рун. Кенгейминг без потерь. Ну, БКБ надо. Комната ожидания Блокенбара. Без Блокенбара такие драки будут повторяться. Это ж невозможно. Ты приходишь в драку, у тебя нетворс 18к, ты летаешь. И просто отдыхаешь где-то в циклоне. Наконец. Все. Ну, теперь я возвращаюсь. К позиции, что теперь драка должна проходить удачно. Потому что Медуза наконец-таки в драке будет бить. Но какая позиция? Телекинез. Дальше. Есть ли какой-то еще контроль на Лекан? На Лекан. Стонгейс. Больно. Добить его хоть как-то надо. Идет Медуза и свап. Добили. Ну, так можно. Так можно играть. Блокенбара еще сам собакой стал. Да, Рубик собака. Это забавно. С ренш-атакой. Собака, которая плюется. Кстати, останется. Шип-шипт. Полезная штука в драке. Именно скорее, что тебя очень трудно поймать. Бегаешь туда-сюда. Убегаешь от любого фокуса возможного. Тридцать девятнадцать. Тридцать первая минута игры пошла. Очень все плохо у Венги. Посмотрите на ее Нетворс. Но с другой стороны от Венги ничего не требуется. Кроме хорошего свапа. Дать стан. Дать вейв. И все. Дота-2. Тул-тип модифайер. Интересный план рисуют. Киргейминг. Батрайдер в смоке. О, тут МКБ. А тут МКБ. Пожалуйста. Плюс 52 к урону. Действия так спида. Жестко. Ну, разумеется, огромный шанс, что если ты... Если юнит имеет эвейджин, ты по нему попадешь. Это понятно. Ну, нормально. Теперь урона много. У нашего вивера. И Астара додушить. Потому что... Мы понимаем, что теперь Медузу контролировать сложно. Чудовично сложно. Только какой-то бюрст урону, там сразу же есть винга. Начинает бить Астара Т3. Используем глиф. Хорошо. Могли бы нажать глиф Астара сами. И тогда в таком случае 10 крипов бы сохранили. Кстати, они все еще могут нажать. Но нет, этого не делают. Они просто уйдут. Почти всю команду на себя стянули. Они понимают, что Тайми Гершана уже говорят, что плюс-минус он скоро появится. Оп. Ок. Кайф. Сейчас дождаться. Аегис сыр. Я бы даже в той же Медузе подумал по поводу того, чтобы отдать ей сыр. Аегис отдать либо виверу, либо даже может рейзеру, который очень быстро в драке убивают. С вивером труднее. Потому что, ну блин, для Медузы самое важное восполнить себе ману. Это Рубик, видимо, собакой стал. Да. Так. Рубик побежал. Телекинез. Скаймага. Должны очень быстро убить. Отлично. Скаймага выключают. Но этого мало. Бабока хочет еще. В поисках 11-11 делает блинкаут в лес. И вот они найти. Убили Скаймага. Рошан появился, кстати. Рошан, кстати говоря, появился. И что самое клевое, они гем забрали. Ох, это очень важный фраг. Это очень ценный фраг. Как же гем-то нужен Астерам. Там глеймер, там эти волки бегают. Ненасытные. И вот он Рошан. И вот он Рошан. Там, правда, давит лишь рак. И нужно плюс один сюда обязательно. Либо даже, возможно, три упадет. Это лишь рак. Это диаболики. Четвертые. Но есть глип. Есть глип. Рошана бьют достаточно быстро. Глип используется уже. Брюмастер. Ха-ха. Выходит. Брюмастер. Аегис ворует. Батрайдер. Ворует. Улетает отсюда. Панда остается лишь одна. Т3 уже упала. Тут ликан. Некрономика падает. Все очень быстро. Хелп нужен какой-то. Барак на 900 кп остается. Но останется. Останется. Но Аегис ведь все равно остался за Кингейминг. Пытается убить брюмастера. Там манки кинбар. Очень бивер больно бьет. Вивер. Глимер кейп. Детекшена нет. Лотос нас с вивера. Вивер. БКБ вынуждены использовать. Нажимают еще и таймлапс. Но это было лишнее. Но там погибает. Там погибает Рейзер. Они идут душить. Они забирают бараки. Первый они забирают барак. Еще один. Вот тебе подарок. Идут. Идут Некра в трон. Идет Алл Чикен в трон. Вау. 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 Там пока драка идут. А трон уже потихонечку. Т4 сносится. Приходите до Бабока. Выкупается. Один выкупается. Второй. Не заставили сделать уйма байбэков. Лишрака пытается убить. Но БКБ телепорт. Как говорят. Если свап. Свап есть. БКБ телепорт не получится. Сразу же за свап от Винги. Телепорт сбивается. Но он не знал этого. Лишрак. Мог подозревать, что в драке уже все было использовано. Лишрак пытается выиграть побольше времени. Пытается убежать. Он очень быстрый. 466 мс. Но его добивают Бабока фейтболтом. Но это было классно. Это было круто. Забрали АЕГи. Смогли снести нижнюю линию. Смогли снести 1Т4. Класс. Класс. То есть понимали. Кингейминг дали тиммейты понять, что там в драке все. Они сюда не придут. Только если байбэки. А вдруг байбэков не было бы сейчас. Ну представьте. Все. Они бы пошли в трон и наверное его снесли бы. Так, Рубик ворует. Ультимейт у Лишрака. Кстати, клево. Клево. Монопул у Рубика хороший. 1800. У Лишрака чуть побольше. Но по факту все равно. Понимаете, да? Бабока теперь имеет потенциал под телекинезом. Хорошенько урон влить. Того же Скаймага. Нормалин. Нормалин. Снова идут Астры. Ну понятно, что Астры все равно все под контролем. О, Медуза с ДД. Здравствуйте. Здравствуйте, Т3. Давайте пообщаемся. Минус Т3. Едем дальше. Фитуза сама себя отбьет. Но там эвэйджен прокает. Забавно. Праймл сплит. Циклон. Хорошо. ТД больше нет. Но милишный барак уже упал. Там сверху. Господин Ликан. Превращается в собаку. Побежала собака. Бить Т3. Вообще наплевать на этого Сайла. Пусть что хочет делает. Волчикин из другого города. Бить милишный барак. Прикольно. Тут продолжается драка. Я не знаю, куда смотреть. Здесь Ликан оставляет казармы. Потому что заканчивается форма вот-вот. Хотя не заканчивается. Просто не кровь, видимо. Нет, да. Нет юнитов. Здесь продолжается драка. Вот, смотрите, что здесь происходит. Батрайдера убивает. Батрайдера от Байбека. Батрайдер моментально выкупает. Очень более. Лишрака практически убили. Лишрака можно убивать. У Бубоки есть стан. Но там БКБ. Лишрак погибает. Лишрак также имеется Байбек. Мистик Лэр. Вингу. Вингу убили. Винга без Байбека. Бивера в драке, я напомню, нет. Он защищал верхнюю линию. Ему пока сюда никак не добраться. Лассон. Лотосорб срабатывает. Но при этом это контроль отличный. А станут Бубоки. Станут Лишрака. Станет Бубока. Как раз таки Лишрака. Это Дайбека для Лишрака. Идеальная работа. Батрайдера также нет. Это также был Дайбек. Два Дайбека. А может быть в трон самим пойти? Ммм. Ммм. А почему бы, собственно, и да. Идут. Идут в трон. Вот это развязочка пятиминутная. С ума сойти можно? Бьют, бьют, бьют Т4. Бьют Т4. Нажимается Мом. Там собака. Побежала. Надо убить быстро Бубоку. Телекинез. Бубока. Есть молнии. Бубока. Очень много урона от Поликану. Там есть Ю. Там есть Лотос. Все под контролем. Молчик еле живой. Уходит назад. Т4. Один уже упал. Может быть какие-то телепорты. Есть смысл давать кинам вниз. Там все-таки уже крипы подошли. Можно самим попытаться пойти в трон. Но времени практически нет. Рон бьют Астр. Делают это очень быстро. Да, крипы подходят. Надо было сюда Ликану лететь. Но у него не было трэвелов. Он купил себе этот башен. Он купил себе этот рецепт. Абсолютно не нужно. Медуза нажимает БКБ. Ребята, бьют Рон. Гэгэкингейминг. Проигрывает вторая карта. Один-один. Вау. Классно. Классная карта. Последние пять минут реально порадовали. Ничья. В этом матче. Беста 2 заканчивается тем, что никто не смог проявить тебя и забрать карту с чем-то 2-0. Но было... Ой, стоп. Какой 1-1? Господи. Кин же проиграли. Я почему-то был уволен. Уволен. 2-0. 2-0. Конечно, 2-0. 2-0. Победа за команду Астр. Господи. Я почему-то уже поверил в Кингейминг. Я такой думаю, о, они победили. Они не победили. Они ведь написали, что ГГ проиграли. 2-0 за Астр. Да. Кингейминг проиграли. Могли. Могли здесь немножко дожать. Мне кажется, в этом моменте не надо было идти дефить Ликану. Надо было покупать рвела и просто идти самим в трон. Надо было размениваться. Защищаться здесь против Медузы. Было нереально. Было просто нереально. 2-0. 2-0 за Астр. Конечно же, 2-0 за Астр. Мне больше добавить нечего. Мне больше добавить нечего. Дальше у нас будет матч Вичи Гейминг и Кингейминг. Люминос. Это второй состав Кингейминг. Когда он начнется без понятия по логике, через 15 минут, если верить расписанию, я думаю, что плюс-минус так он и будет. Поэтому пока уходим на паузу. Ну, кто уходим? Я здесь один. Я ухожу на паузу. Вы можете послушать музыку. Можете также уйти на паузу. Ну, как вы захотите. Все.